Привет, меня зовут Игорь и это еженедельная рубрика новостей из мира IT-индустрии, где мы с командой подготовили для вас самый сок. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о бумажной камере, которая умеет снимать и делать видео, о предзаказах HTC Vive, о новом зрелищном трейлере The Division и вишенка. Компания Microsoft больше не будет поддерживать браузер Internet Explorer. Пайтюбили! Открытие выставки CES 2016 запомнилось громким событием. Сразу 100 дронов попали в книгу рекордов Гиннесса. Мировой рекорд установила компания Intel, организовавшая красочное шоу из 100 одновременно управляемых беспилотников, оснащенных светодиодными элементами. Беспилотники взяли на себя роль светового сопровождения для симфонического оркестра. И серьезно, посмотрите полную версию ролика, потому что это реально впечатляет. Предзаказ HTC Vive стартует в конце февраля. Уж очень давно компания HTC занималась выпуском смартфонов, но не так давно не заявили, что готовы представить VR-устройство. Новинка, которая создавалась совместно с компанией Valve, должна была появиться на рынке в конце 2015 года. Но дата начала продаж была перенесена по неизвестным причинам. HTC Vive выпустят свое устройство на месяц раньше, чем их конкурент Oculus Rift. То есть ребята на всю так поднатужились, чтобы сделать конкурентов. Бумажная камера толщиной в 6 мм способна сделать снимок и записать видео. Внешне новинка напоминает ретро-камеру, которая оснащена кнопкой включения и выключения, позволяющей активировать различные режимы использования. Слотом для карты памяти microSD, LED-индикатором, который загорается во время работы, а также портом USB, предназначенным для переноса снимков. Конечно, качество снимков не такое уж крутое, как допустим на iPhone, но стоит учесть, что вес такого устройства всего лишь 43 грамма. Microsoft прекратит поддержку всех версий браузера Internet Explorer, кроме 11. Компания планирует выпустить последний патч, после чего выпуск обновлений для этих версий браузера не планируется. Прекращение поддержки означает, что для старых версий Internet Explorer больше не будет выпускаться обновления, повышающие безопасность работы браузера, и больше не будет представляться техническая поддержка. Приятно осознавать, что спустя века Билл Гейтс посмотрел правде в глаза. Первое. Квантовая. Телепортация. Китайские ученые этим летом намерены осуществить первый в мире телепорт на расстоянии 1200 километров. Передача состояния частиц между двумя пунктами на Земле будет реализована с помощью космического спутника, который планируется вывести на орбиту специально для этого эксперимента. В дальнейшем ученые планируют аналогичные эксперименты по передаче частиц между Землей и Луной. Во Франции правительство будет платить 11 тысяч долларов за то, что жители пересядут из обычных автомобилей в электрокары. Если новый автомобиль соответствует стандартам, то есть количество выбросов в СО2 не превышает 110 грамм на километр, то владельцу будет компенсировано лишь 500 евро. При переходе на гибрид сумма увеличивается до 6500 евро, а при выборе электрокара целых 10 тысяч евро. В норвежской школе киберспорт стал частью образовательной программы. Теперь ученикам придется играть в компьютерные игры до 5 часов в принудительном порядке. В программу юного киберспортсмена входят упражнения, улучшающие рефлексы и повышающие выносливость. Компьютерные классы школы оборудуют мощными игровыми ПК. От учеников требуется наличие на уроки собственных клавиатуры и мышки. В данный момент администрация школы размышляет, с каких игр нужно начать обучение. КСГО, ДОТА, ЛОУ или Старкрафт 2. Зрелищный трейлер боевика The Division. Компания Юбисофт объявила, что долгожданная игра The Division после нескольких переносов выйдет 8 марта. Действия The Division разворачиваются в Нью-Йорке недалекого будущего. По сюжету группа американских ученых и политиков запустила программу под названием «Темная зима», которая призвана проверить способность общества быстро реагировать на атаки биотеррористов. Во время Черной Пятницы началась эпидемия, которая уничтожила цивилизованное общество. Игроки выступают в роли агентов, которые должны восстановить мир и вернуть город к прежней жизни. Это были все новости на сегодня. Пока и все.